Привет, ребята! Меня зовут Алина Лайдан. Добро пожаловать на канал! Сегодня будет выпуск вопрос-ответ, который я сниму на рисовых полях. Прогуляемся с вами. Это недалеко от моего дома. Знаете, некоторые люди просили меня... Очень сильное солнце. Я красиво накрасилась, но я реально не могу вот так даже смотреть в камеру. Люди просили меня пойти к океану. Говорят, ты, наверное, живешь недалеко от океана. Сходи, прогуляйся там. Да? Ребята, я живу где-то полтора часа до океана. И я контролирую рабочих дома, потому что у нас идет ремонт. Плюс во время вируса я стараюсь вообще никуда не ходить, где скопление людей, и не ездить на другой конец города просто ради съемок. Если у меня какие-то есть дела в тех краях, то да, я параллельно снимаю. Но просто так вот сейчас во время пандемии я никуда не поеду, потому что лучше обезопасить себя, лишний раз не пользоваться общественным транспортом и не ходить, где люди, где много людей. Поэтому, видите, я сегодня без маски, потому что я тут одна. Никого из людей нет рядом со мной. Если я пойду потом покупать ужин, конечно, я надену маску, чтобы там людям передавать деньги, когда они там пару метров от меня находятся. Сейчас вот я выбираю такие локации специально, чтобы общаться с вами, где никого нет. Просто природа. Можно погулять, показать вам Тайвань. Сейчас не знаю, наверное, против света показываю. Я ничего не вижу, что происходит на камеру. Вот, так что сейчас достану вопросы. И давайте начнем. Вопросы я беру из Инстаграма. Я оставляю опросник и пишу, что вопросы пойдут для влога на YouTube вопрос-ответ. И я получаю ваши сообщения, ваши вопросики и сохраняю. Поэтому для следующего раза, если хотите что-то меня спросить, обязательно подписывайтесь на Инстаграм. Ссылка, как всегда, в описании будет к видео. И первый вопрос. Сколько вам лет? Ребята, мне 27 лет. Я уже очень-очень старая. Хотя многие пишут, что когда я постоянно говорю возраст, меня спрашивают, я постоянно отвечаю на этот вопрос. Люди говорят, я думала тебе там 22, 23, 24, но не 27. Я не знаю, почему. Некоторым кажется, что 27 это, наверное, уже прям там семья, дети. Уже, не знаю, как-то человек должен по-другому выглядеть или что. Я считаю, что я вполне даже выгляжу на свой возраст. У меня морщинки на лице. Очень много седых волос. Вот, и не знаю, не знаю, почему некоторые думают, что мне меньше. Столько у меня опыта жизни за плечами. Жизнь в Китае, на Тайване, много путешествий. И часто также люди спрашивают, как ты там выучила японский, китайский, там, английский. Как, как, как? Я говорю, ребята, мне 27 лет. Как это можно было не выучить, если языки это вообще моя специальность в университете. Я всю свою жизнь посвятила языкам. За 27 лет можно было что-то и выучить. Это дерево папайи. Это и там за мной тоже. Всё здесь растёт, всё красиво. Единственное, что как-то они не очень классно чистят здесь вот эти вот импровизированные речки, которые обязательно нужно на меня вот так вот уставиться. Все приезжают и замедляют, и замедляются, когда рядом со мной посмотрят, кто это, кто это, эта иностранка, и поедут дальше. Мне нравится, что, видно, не видно, здесь очень много мусора. То есть они это делают, чтобы орошать рисовые поля, но люди бросают бутылки, какой-то мусор, фантики. И, возможно, они это как-то чистят, да, даже вот здесь вот на земле. Но всё равно это выглядит очень некрасиво и неэстетично. Всё-таки, где что-то растёт, какая-то культура, я считаю, нужно быть почище и лучше убирать это всё и не бросать. Но тайваньцы, честно скажу, не самая чистоплотная нация в мире. Следующий вопрос. Существует ли на Тайване понятие декретный отпуск и как поддерживает государство? Я почитала, нашла информацию, что за ребёнка тайваньское государство платит 20 тысяч тайваньских долларов. Это, конечно, очень мало. Если у вас есть тайваньское гражданство, если вы родились на Тайване, то вам гораздо больше заплатят. А поддержка детей в одних источниках написано до 4 лет, в других до 5. Писают, что каждый месяц 2,5 тысячи тайваньских долларов платят за ребёнка до 4 или до 5 лет. В общем, пока ему не исполнится. Декретный отпуск, конечно же, есть, но не так, как в России. Там можно на год или на сколько взять. Всего лишь несколько месяцев в зависимости от вашей работы. И какую-то часть от заработной платы вам сохранят. Опять же, это в зависимости от того, на каких условиях вы работаете, сколько вы платите налоги. Это всё индивидуально. Вопрос, сколько детей хотите для меня. Я на этот вопрос уже отвечала в сториз. Ну, отвечу здесь, потому что, боже, мужчина из реки вылез. Офигеть. Что только не происходит. Я уже на него отвечала. Ещё раз отвечу. Я хотела бы 2-3 ребёнка. Но не знаю, как буду справляться. Возможно, я рожу одного ребёнка. И подумаю, что это очень сложно, тяжело. Для меня всё хватит. И больше никого не буду рожать. Кто знает. У меня не было такого опыта, поэтому точно не схожу. Конечно, в идеальной картине мира я бы хотела троих детей, счастливую большую семью, собаку, кошку. Но я не знаю свои способности. Не знаю, как я это просто потяну. По времени, по деньгам, по силам, по энергозатратам самое главное. Ведь на каждого ребёнка нужно очень-очень много времени. А когда они маленькие, это вот жертвовать сном, жертвовать всем свободным временем. Я не знаю, честно. Я очень хочу дочь. На Тайване считается, что нужно родить наследника. Вот. На самом деле, если бы я родила дочь, то возможно, на этом бы я и остановилась. Вот. Конечно, если будет сын, я не буду менее рада. Но почему я хочу дочь? Потому что дочь это как маленькая копия меня. Я смогу какие-то там платьишки красивые покупать. Мне нравятся, когда девочки маленькие, такие женственные, милые. Вот куколки, можно сказать. Я всегда в детстве очень любила играть в куклы. Всегда нянчилась. У меня была коляска большая, красивая. Всегда классные куклы. Одежда для них. Я играла в дочке-матери и всегда хотела дочь. Вот. Поэтому это моя такая мечта. Создать маленькую копию себя. Можно так сказать. Следующий вопрос. Здравствуйте. Вы пользуетесь приложением LINE? Если да, то как его скачать? Да, я пользуюсь приложением LINE, конечно. Но... Потому что именно тайваньцы пользуются LINE. В Китае я жила и пользовалась Вичатом. На Тайване почему-то Вичат зависает постоянно. Пользуюсь LINE, потому что даже вот в университете наша группа университетская. У нас был общий чат в LINE. И куда бы вы ни пошли, там любая работа, друзья. Тайваньский. Боже. Кто там в кустах? Не знаю. Какие-нибудь ящерки, наверное. Напугалась я. Куда это я вышла? Не знаю. Давайте сюда пойдем. В общем, все пользуются LINE. Там здесь уже темно как-то и безлюдно. Пойдемте на свет. А я скачивала в App Store. Если у вас не iPhone, скачивайте в Google Market. Я не знаю, как там люди скачивают. Обычное приложение LINE. Можно ли работать на Тайване с высшим украинским образованием? Смотря кем работать. Опять же, вы не пишете мне на какой специальности кем. Просто с высшим украинским образованием. Если вы сможете получить тайваньскую визу с вашим образованием по вашей специальности, значит вы сможете работать. Если нет, то нет. Все очень индивидуально. Все очень сильно зависит от сферы деятельности, в которой вы хотите реализоваться. Или опять же, возможно, вы выйдете замуж за тайваньца. У вас будет вид на жительство по семейным обстоятельствам. И вы уже можете работать с кем хотите. Вы не будете привязанным к визе. Просто счастья и удачи вам. Спасибо большое. На самом деле, очень много таких приятных комментариев. Люди желают удачи, счастья моей семье. Я очень тронута. Мне всегда это очень сильно приятно. Подшкольник идет какой-то. Почему продажа бин-лана не запрещена? Я говорила много раз, что бин-лан это такие орешки, которые растут на высоких пальмах. Не на таких маленьких, низких, а на высоких, которые как кокосовые пальмы. И они привозят, если их жевать, эти орешки, это приводит к раку полость рта. Эти орехи, они окрашивают рот в красный цвет. И, в общем, как и табак, такие же последствия. То есть, рак, выпадение зубов. Все будет очень плохо и некрасиво. Вот, кстати, о чем я говорю. Вот это вот. Это бин-лан пожеванный на земле. Его бросают. Вот, как семечки в России гопники щелкают, так здесь местные гопники, местные неблагополучные слои населения употребляют бин-лан. Вот, они жуют и бросают ошметки. Кстати, смотрите, я так вышла нежданно-негаданно. Здесь тренажерный зал открылся. Вот, смотрите, прямо в ангаре. То есть, посреди поля. Я с мужем сюда ходила. Мы смотрели, то есть, я ходила вовнутрь, смотрела, что как. В основном занимаются там мужики. И очень ограничена площадь, что мне не понравилось, да. То есть, это как мужской такой, мужская качалка, такой зал. Вот. И все очень сильно воняло внутри краской. Никаких окон, ничего не было открыто. Я просто подумала, вот когда только они открылись, как там заниматься. Это же невозможно. И не понравились переодевалки у них. Я не знаю, на Тайване везде так или нет, что переодевалки совмещены с душевыми. То есть, ты переодеваешь одежду, весь пол мокрый, все мокрое. Но оно никак не разделено. И я подумала, нахрен оно мне надо. Вот тут вот вообще просто ужас. Что такие условия, заниматься в ангаре, мало тренажеров с мужиками. И все нормально не переодеться, все будет в воде. Как-то мне не понравилось. А больше на районе у нас ничего такого хорошего в плане спортзалов нет. Так вот, продажа Бен Лана не запрещена, потому что, ну, я называю это таким, как наркотическим средством. Но по эффекту он как табак. То есть, табак не запрещен. Так же и Бен Лан не запрещен. Так же и алкоголь не запрещен. Вот. А даже в метро на Тайване обязательно всегда говорится объявление, что в метро нельзя кушать, распивать любые напитки, даже воду. Нельзя жевать жвачку и кушать Бен Лан. Потому что это все грязь, это все летит на пол. Вот. И это все очень-очень плохо отражается на чистоте метро, на чистоте города в целом. Следующий вопрос. Сколько стоит снимать жилье на Тайване? Есть ли нюансы при заключении договора? Я сама договор ни разу не заключала, потому что я всегда жила с мужем именно на Тайване. В Китае у меня был опыт самой, когда я снимала жилье. Здесь у меня не было такого опыта. По стоимости, я думаю, не сильно отличается от России. Очень дешево на Тайване снимать жилье. Я оставлю какие-нибудь сайты с недвижимостью под этим видео в описании. Постараюсь не забыть. И вы уже посмотрите, какой вас интересует район, какой вас интересует город, комната или квартира. Конечно, цены очень разнятся. Поэтому я не буду голословной. Вы сами это можете посмотреть. Я вам оставлю ресурсы. Я слышу где-то вдалеке звуки мусорной машины. И вот тут люди уже приготовили свои мусорные пакеты. Стали и ждут. Сейчас мы с вами тоже услышим. Несколько вопросов мне задали, как мусор относится к моему YouTube-каналу, к моему влогингу. Мусор очень любит. Он меня во всем поддерживает. Купил мне в том числе мою влоговую камеру, так и основную камеру, так и штатив, микрофон, MacBook Pro, также программу Final Cut купил. То есть он мне все купил, чтобы я этим занималась. Потому что я этим горю. Это мое хобби. Это то, что мне приносит энергию. Он это видит. Он радуется. Он хочет, чтобы я стала популярна. Конечно, меня поддерживают во всем. Иначе зачем нужен муж, который тебя не поддерживает? Вот. Единственное, что в последних моих влогах он как-то не очень хочет участвовать. Раньше он более что-то говорил на камеру. Но сейчас он настолько замученный ремонтом, что ему вообще не до моих влогов. Потом, конечно, ситуация у нас устаканится. Дом перестроим. Все наладится, я думаю. Дим Фонг тоже успокоится. Все будет хорошо. И он вернется обязательно в мои видео. Также спрашивают, планирую ли я на Тайване остаться навсегда? Интересный вопрос. Я много об этом думаю. Да, я готова остаться здесь навсегда. При условии, что у меня будут возможности путешествовать. Если мы останемся жить в Гаосюне по каким-то причинам, то, надеюсь, у меня будут возможности часто ездить в Тайбэй по работе, по делам. Также часто путешествовать в Японию, в Китай, в Корею. По другим каким-то азиатским странам. Плюс, конечно, для меня очень важны возможности возвращаться в Россию в любой момент, когда мне это нужно будет, да? Потому что у меня там родственники, мама моя, друзья. То есть, когда жизнь более мобильная, когда, в принципе, есть возможности, почему бы и не жить на Тайване. Тайвань прекрасная страна. Здесь хорошая еда. Все очень удобно, очень доступно. Давайте я сюда сверну. Здесь шикарная медицина. Гораздо лучше, чем в России медицина. Сейчас я немножко отойду. Здесь, наверное, немножко темно. Вот. Тайвань, в принципе, меня устраивает. Но единственное, что мне по характеру, мне по своей сущности, я не могу сидеть на месте долго. Когда я жила в Китае, я много путешествовала. И сейчас у меня такой более стабильный образ жизни. И мне хочется поскорее из этого, чтобы этот период закончился, вылезти из этого и опять больше путешествовать, больше наслаждаться жизнью. Не сидеть вот так вот дома. Когда дом работает, меня это очень сильно напрягает. Поэтому хочется иметь какие-то свои проекты. Заниматься YouTube, Instagram, еще чем-нибудь. Вот. Развивать какие-нибудь личные бренды. Не знаю. Пока я думаю, пока я на пути лишь к этому. Но хочется просто независимости. И для меня сейчас главное в жизни это построить свою жизнь таким способом, чтобы я могла зарабатывать деньги сама, не привязываясь к какому-то месту. Не так, чтобы вот у меня работа в этом городе, я должна сидеть в этом городе. Для меня это подобно смерти. Поэтому вот сейчас я делаю все для того, чтобы Instagram, YouTube, какие-то другие проекты позволили мне жить полноценно в том понимании, в каком я понимаю полноценную свободную жизнь. Следующий вопрос. В Китае передается большое значение стандартам красоты? По моему опыту, нет, не очень. Самое большое значение стандартам красоты в Азии передается в Корее. И там ты конкретно вот оцениваешь себя по внешности, потому что тебя другие люди оценивают по внешности. И там без макияжа выйти на улицу, на тебя реально люди будут смотреть как на говно. Вот. И я когда путешествовала в Корею, я сразу себе прикупила каких-то вещей в корейском стиле, начала сильнее краситься, как-то волосы приводить в порядок, потому что мне как-то самой стало неловко за себя. Там вот реально такое общественное давление постоянно, прессинг очень чувствуется. В Китае вообще по большей части все равно людям. То есть бывают девушки, которые там работают. Например, я работала в детских садах у нас, китаянки работали в детских садах. Они вообще не красились на работу. А куда-то, когда у них были выходные, они ходили там гулять, стусить, они уже были при параде. То есть в повседневной жизни не все китаянки вот придают большое значение внешности. А потом посмотришь их вичат, они все-таки с фильтрами, нарядные, красивые. Но по жизни удобная одежда, там какой-нибудь хвостик, пучок. А китаянки в обычной жизни не сильно парятся по этому поводу, как и тайваньки, впрочем. Поэтому я считаю, что стандарты, это когда куда-то выходишь, все-таки нарядишься, накрасишься. А в обычной жизни все по-обычному. Вот. И на самом деле в Китае я не думаю, что на работу скорее возьмут там тебя либо другого человека только из-за внешности. Если, например, ты как девочка красивее другой девочки, но у другой лучшее образование, опыт, возьмут скорее всего с образованием и с опытом. Внешность уже далеко не на первых местах в Китае будет. Поэтому стандарты стандартами, а все вот так. Но, насколько я знаю, в Корее, например, очень сильно важна внешность. И поэтому настолько распространены пластические операции. В Китае тоже распространены. Стоянки тоже делают. Но все-таки это не ставится вот именно в центр. Внешность. Чем особенно привлекает японская культура? Меня с детства привлекает японская культура. Сейчас попробую перечислить. Изначально, конечно, вот аниме, музыка японская, японский рок мне очень нравится. Какая-то вот стилистика вот такая в Японии. Что все очень уютное, все светится там. Шинджуку, Шибуя. Как-то все очень атмосферно, красиво. Плюс, конечно, сакура. Японские уютные улочки. Вот этот японский уют, на самом деле, я сейчас, извините за тавтологию, я даже не знаю, как его выразить. То есть, чистоплотность японцев, в том плане, что везде чистые будут туалеты, чистые кафешки классные, вежливость японцев, манеры хорошие. Это очень притягивает. Просто как люди, они очень приятные, неконфликтные, добрые. Пусть иногда даже они не показывают свое настоящее лицо, но даже пусть это и к лучшему. Японцы очень трудолюбивые, поэтому Япония очень ушла вперед далеко от многих стран. Японская культура привлекает японским языком, наверное, так же. Я обожаю японский язык. Он красивый и по звучанию, и по написанию. И для многих сложно его выучить. Из-за этого я еще больше люблю японский язык, потому что те, кто не настоящий фанат Японии, такие люди просто отсеиваются. Давайте перейдем. Смотрите, что это, я не знаю. Какое цветет. Ромашки. Вот. Что еще, чем меня привлекает? Я не знаю, меня просто привлекает стилем жизни. Мне нравится, что в Японии крутая японская косметика. Мне нравится, что там огромная вариация еды и разные бренды делают постоянно какие-то сезонные продукты. Там тот же Кит-Кат с миллионом вкусов. Там Старбакс больше всегда для Японии делает разных интересных сезонных напитков, чем для других стран. Опять же, почему? И вот такая вариативность. Большой выбор всего. Много разных местных, локальных, японских брендов, обуви, одежды, косметики, которые не так сильно распространены в других странах. То есть, конечно, в Японии будет гораздо больше выбора этого всего. Просто нравится японская культура во всех ее проявлениях. Также японская литература. Опять же. Я читала многих японских авторов. Мой любимый Харуки Мураками. Просто по стилистике как-то мне просто западает в душу. Я не знаю. Я практически все его книги прочитала и на русском, и на английском. На японском пока не дошла к чтению таких сложных произведений. На японском мне пока что сложно. Вот. Но Харуки Мураками это моя любовь. Я не знаю. Как будто вот это мой родной человек. Я когда читаю его произведения, я не понимаю, как японец мужчина, да, выросший в другой эпохе, да, мы абсолютно разного возраста. Но как он рассказывает о каких-то вещах настолько глубоко и заставляет меня это вот так так проникнуться этим. Я даже не знаю, как объяснить, что мне кажется, как будто, не знаю, как будто одна душа у нас с Харуки Мураками. Вот настолько мне близко, настолько уютно. Я погружаюсь в его книги, и мне хочется находиться в этом мире Харуки Мураками. даже не хочется никуда выходить в реальность после этого. Я знаю, что в Токио есть специальный даже тур по пути Харуки Мураками, где там люди проведут себя по специальным местам из его книг. Мне кажется, это вообще удивительно. Я бы очень сильно хотела когда-нибудь попробовать, потому что я обожаю Харуки Мураками. Честно, когда какая-нибудь книга выходит, я среди первых фанатов сразу же покупаю, потому что для меня это огромное наслаждение читать Харуки Мураками. Японская культура меня привлекает абсолютно всем, ребята. Я не знаю, чем бы она вообще не привлекала. Какие-то также японские фестивали очень интересные, необычные. японские ютюберы, которых я смотрю. Это какой-то очень своеобразный юмор. Он тупой, конечно, я не могу сказать, что это очень умный, интеллектуальный юмор. Нет, он тупой, но от этого он не менее смешной. Я в какой-то степени даже выучила японский благодаря японскому тупому юмору, и ютюберах, которых я смотрела каждый день и переводила их видео, угорало, и не знаю, очень сильно вдохновляли меня на изучение языка, потому что хотелось просто понимать все эти шутки, все эти моменты, нюансы, тонкости языка. Я уже практически вернулась обратно. Вот иду по той дороге и подхожу к дому. Спасибо, что гуляли сегодня со мной по тайваньским полям. Буду заканчивать это видео, обязательно подписывайтесь также на мой инстаграм, ссылка в описании, я вас всех люблю. А где мы будем гулять в другой раз, я пока еще не знаю. Увидимся. Пока!